Два окружных предпринимателя получили сертификаты за участие во всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года-2019». Церемония вручения с участием руководителя Департамента экономики и финансов Ненинского округа Татьяны Лагвиненко прошла в Нарьенмаре. Далее все подробности. Ментальная арифметика, скорочтение, развитие памяти, каллиграфии и творчества. Всему этому местных ребят обучает Александра Калинина. Пару лет назад женщина открыла в окружной столице школу «Уникум». Дети настолько полюбили занятия, что даже сейчас, в период пандемии, 12 из 50 учеников не прекратили обучение. Встречи с воспитанниками Александра проводит с учетом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Ну а сегодня женщине вручают заслуженную награду. Александра Калинина стала победителем в региональном этапе Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства 2019 года. Затем автоматически прошла федеральный этап и получила сертификат «Лучший социальный проект года 2019». Я не хотела в нем участвовать. Меня, честно говоря, специалисты из Центра развития бизнеса говорят, Александра Ивановна, поучаствуйте, потому что я думала, что еще рано, потому что года еще я не проработала, но вот поучаствовала в этом конкурсе. Я здесь работаю одна, у меня нет наемных работников, но в перспективе попросятся учителя начальных классов. Руководитель Центра развития досуга элит Владлена Степанова стала вторым участником от Нинецкого округа. Бизнес-вумен также удостоена сертификата. Я затронула то, что ранее было, и то, чего сейчас мы добились. Чтобы было сравнение, чтобы люди понимали, что мы не стоим на месте, что-то новое предпринимаем для других. И я была в категории социального предпринимательства. И как раз-таки там мы описывали, что с детьми мы работаем от трех лет до людей преклонного возраста, и какие социальные проекты мы вообще, в принципе, реализовали уже. А их немало. Заявка на всероссийский конкурс подается на официальном сайте. Участникам необходимо описать свой проект, рассказать о том, чем занимается организация, предоставить перечень услуг и прикрепить фотоматериалы. Ну и надеемся, что вы будете участвовать и дальше. Я так надеюсь. У нас, по крайней мере, два номинанта, как сказать, здесь в округе. Это уже здорово. Читая то, что мы совсем недавно начали это социальное предпринимательство продавать. Добавлю, первый конкурс «Лучший социальный проект года» состоялся в 2015 году, в котором приняли участие 15 субъектов Российской Федерации, предоставив в оргкомитет более 60 проектов социального предпринимательства. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова